Добрый день! Это Смитианта. Растения высаживают в невысокие широкие диаметром горшки, наполняя их рыхлым субстратом, состоящим из двух объемов листовой, трех объемов зерновой земли, по одному объему торфа и хвойной земли с добавлением незначительного количества крупнозернистого речного песка. Из готовых землесмесей в цветочном магазине можно остановить выбор на субстрате для фиалок. Размещают растения в комнатах с окнами на восток, либо на запад, очень светлых, но защищенных от интенсивного солнечного света. Растет при невысоких температурах, не более 23 градусов летом. В зимний период покоя требует прохладного содержания. Для этого емкости с корневищем убирают в прохладное место. К поливам благосклонно, но без излишек. Смитианта любит влажный воздух. После окончания цветения растение увядает и готовится к периоду покоя. Надземная часть полностью отмирает. Засохшие побеги смитианцы обрезают, а корневища выкапывают, просушивают и помещают в ящики с песком, либо торфом, которые переносят в темное прохладное помещение с температурой 10-12 градусов. И хранят примерно с конца октября по февраль, не поливая, не удобряя. Весной корневища внимательно осматривают с целью выявления гнилий или других повреждений. Затем высаживают в подготовленный субстрат. Иногда растения оставляют в тех горшках, в которых оно произрастало. Но весной желательно все равно пересадить цветок в свежую почву. Растения размножают несколькими способами. Семена высевают в период между серединой зимы и весны, практически не заделывая в грунт, по причине необходимости интенсивного освещения для лучшей схожести. Высокая влажность – немаловажное условие для дружного появления всходов. Поэтому емкости с посевами накрывают пленкой. Примерно через 20-25 дней появляются несмелые ростки, которые через месяц желательно пикировать в специальные емкости. А при истечении такого же времени молодые ростки рассаживают в отдельные горшки. Зацветают молодые цветочки уже через полгода, при соблюдении всех необходимых условий с содержанием. Черенки укореняют на протяжении всего вегетационного периода. Срезают верхушечные побеги длиной 5-6 см и помещают для укоренения в субстрат для фиалок. Хотя и опущенные в воду они легко пускают корешки. Черенкам, загубленным прямо в земли смесь, обеспечивают для скорейшего укоренения высокую влажность воздуха, накрыв полиэтиленовой пленкой, однако не забывая проветривать. Наиболее простой способ размножения – делением корневища во время посадки в субстрат в конце февраля. Насекомые-вредители чаще других поселяются на растениях – белокрылки, трипсы и клещики. Выращивание в саду. В регионах с теплым климатом и круглогодичным отсутствием минусовых температур растения выращивают в открытом грунте. Высаживают на клумбы с хорошо дренированной подкисленной либо нейтральной почвой на открытых солнечных местах с притенением в полдень. Основные мероприятия по уходу аналогичны производимым с комнатными сметиантами, но включающие регулярное рыхление почвы. На зиму корневища выкапывают, либо обеспечивают надежное укрытие от холода и сырости в условиях достаточно теплой зимы. Всего доброго вам и до свидания!